Добрый вечер. Я, Рикман Карина Григорьевна, живу в городе Симферополе Российской Федерации. На дистанционном лечении у доктора Давида, в центре доктора Давида, мы с семьей находимся с октября 2020 года. У моего сына стоит диагноз детский аутизм, и в общем-то он достаточно сложный мальчик. В некоторые моменты только и исключительно помощь доктора Давида и его специалисты, специалистового центра, помогают мне преодолеть те сложности, которые регулярно возникают. Ну, скажу по порядку. Мы собираемся приехать в научный сеанс, но, к сожалению, пока проблемы с передвижением, поэтому мы регулярно и, хочется подчеркнуть, совершенно бесплатно пользуемся услугами специалистов центра Бердавид. Собственно, самого Давида и его супруги Иосифа Эйхель. То, что касается регулярности получения помощи от специалистов центра Бердавид, в этом году я имела возможность поставить свое рабочее расписание так, чтобы я и ребенок регулярно попадали на сеансы Довида, которые проходят совершенно бесплатно для большого количества людей. И после этого в чате очень многие делятся победами своими и своих детей и связывают эти победы с помощью доктора Давида. Хочу сказать, что ребенок мой аутист. У многих таких детей проблемы со сном. И вот уже более полугода каждый наш вечер, каждый наш отход ко сну сопровождает тетя Иосифа, которая рассказывает ему сказку. И я хочу сказать, что мы отказались от препаратов, способствующих быстрому засыпанию или вообще засыпанию. И в общем-то их полностью заменили лечебные сказки Иосифы. Сама я стараюсь практически всегда посещать и сеансы Давида, бесплатные сеансы Давида, сеансы дистанционного лечения и медитации Иосифы, которые также проходят совершенно бесплатно. И это, я хочу сказать, огромный жест, огромный благотворительный жест со стороны специалистов и руководителей центра Биар Давид. И я знаю, что очень многие семьи, так же, как и моя семья, безмерно признательна доктора Давида. И мы очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем попасть на сеанс почечного лечения. По поводу, опять-таки, результатов дистанционного лечения, результаты разные. Однако я хочу отметить, что за это время мой ребенок совершенно не говорящий, абсолютно невербальный, начал произносить отдельные слова. Они пока еще разрознены, ему это делать сложно. Но благодаря регулярным сеансам я надеюсь, что у нас все получится. Кроме того, бывают всякие ситуации. Он очень сложно ходит со мной по всяким официальным конторам. Ну, это все-таки необходимо, да, получение там справок, какие-то еще оформления. И он проблемно всегда себя там ведет. И вот буквально недавно я уже говорила об этом с доктором Давидом и хочу еще раз во всеуслышание сказать, что я обратилась к нему с просьбой помочь мне облегчить поход в одну из бюрократических контор, связанных с нашим дальнейшим обучением. И доктор Давид провел четыре сеанса накануне нашего похода. И все прошло на ура. Сын хорошо себя там вел и, в общем-то, прекрасно отвечал на вопросы. Насколько он мог отвечать. Ну, отвечал на вопросы. То есть, и эта помощь также была оказана Давидом совершенно бесплатно. Об этом можно говорить, о помощи, о человеческих качествах руководителей и работников Центра Берды. Ведь можно говорить долго, говорить много. Я не встречала доселе таких людей, которые совершенно безвозмездно тратят себя, тратят свою жизнь, свою энергию, свои силы. В общем-то, жертвуют в чем-то своей семьей, своим бытом, своим досугом ради того, чтобы сделать людям, сделать детям добро. Я желаю Центру Бердавит процветания и, надеюсь, до встречи.